Значит, сегодня мы будем говорить о скинии. Вчера мы говорили немножко абстрактные вещи. Может быть, вам понятно. И сегодня мы поговорим намного все проще. Сегодня мы поговорим о семи предметах скинии. Вы говорили десять. Давайте сейчас семь просмотрим и посмотрим, может быть, мы все сказали, может, еще не все. Что такое скиния как таковая? Мы вчера говорили, что у скинии есть центр. Сколько у скинии центров? Два. Один центр находится, где Бог. И там его святости, неприступности. Ни один человек туда зайти не может, кроме одного раза в году на пару минут. Помните, да? И второй центр. Какой это центр? Жертвенник, на котором вечный огонь, вечные неприятности. Пахнет там что-то или не пахнет. Что-то умирает вечно. И бывают иногда мирные жертвы. Бывают бескровные. Но все равно вот здесь это грех. Перед этим центром находится целая куча черного пепла. И оттуда уходит такая река крови. Достаточно неприятное место. И оно было очень жарким местом. Это как мужчинам понятно. Когда мы заходим на кухню, там есть плита. Вот примерно то же самое. Вы часто туда подходите? Нет, мы передаем это другим. Пусть этим занимаются. Мы приходим за стол, кушаем готовое. Так вот, вот это жаркое место, в котором что-то происходит, это был центр другой. Максимально отдаленный от божественного центра. Помните это? Да. Это мы говорили вот на вот этих вот площадках. Вот мы говорили, есть золотой. Вам видно чуть-чуть? Ну, чуть-чуть я так наклоню. А вот этот центр второй. Квадратики у него в центре жертвенник. Помните это? Значит, вот этот и этот центр, они друг от друга находятся на расстоянии 50 локтей. Давайте запомним эту цифру 50 локтей. Чем напоминает вам эта цифра? Цифра 50, где вы встречали в Библии? Давайте быстрее уже. Пятидесятница, а еще что? Юбилейный год совершенно верно. Ну и все, да? Как получаем цифру 50? У нас есть два варианта. Пять умножить на десять. Десять раз по пять. Хорошо. И это как раз у нас будет ширина вот этого скинии. Ширина это будет 50 локтей. Хорошо. А еще каким способом? Семь на семь на семь плюс один. Правильно. А вот мы уже формулу, мы только что говорили о ней, да? Это называется формула счастья. В Библии есть формула счастья. Называется n плюс один. Н плюс один. Но это формула n в квадрате плюс один, да? Семь в квадрате плюс один. Кто математик, тот поймет, о чем я говорю. Значит, это что? Юбилей. Это полнота квадратики, сверху еще один. Что такое плюс один в математике? Это формула приращения, да? То есть мы даем шаг, следующий шаг делаем. Поэтому, когда что-то циклично, то нам нужно выйти из цикла как? Сделать шаг. Потому что если вы не делаете шаг, вы ходите в цикле. А раз вы ходите в цикле, значит, вы повторяете одни и те же поведенческие структуры. Вам это понятно пока? Да. Почему мы несчастные, вот эти пессимистичные, ходим постоянно по субботам и непонятно, что делаем иногда? Потому что мы не можем сделать шаг, рывок. Куда? Дальше. Вот этот шаг, рывок дальше, он существует в виде праздника. Например, суббота. Мы шесть дней работаем, что в цикле, да? Мы делаем что себе? Праздник плюс один. Раз, и у нас праздник. У кого-то нет, но кого нет. А что такое юбилей? Это вот возраст, вот нам 40-45, вот мне скоро будет 44, я уже начинаю немножко психовать, нервничать, да? Ну, как все мы мужчины, немножко в этот период нервничаем. Потом наступает 49, это вообще кошмар, да, наверное? Кто, кому 49, не знаю. А потом наступает что? 50. И ты уже все расслабился, потому что уже понимаешь, все позади. И теперь ты куда? У тебя все впереди. То есть такой переломный момент. Я вам так скажу. Люди после 50 счастливы, до 50 несчастливы. Я вот, я уже по себе чувствую. До 50 все психуют, нервничают. Как же так, старость-то все. 50 молодые люди понеслась, у них путешествовать начинают еще что-то, еще что-то. Просто невероятное. Вот эта цифра делает такой вот, знаете, плюс один. Раз, и ты понимаешь, ну все, что ждать-то? Жизнь продолжается, это всего лишь цифры, да? Ну вот как вот тем, кому 40, кому 30, да? Девушки когда понимают, что уже старость? 22, да? Я уже старый. Ну вот мы смеемся, а девушки, вот я вижу, серьезные сидят. Хорошо, два центра есть. Итак, цифру 50 запомнили? Это нам важно, потому что нужно запомнить, что такое 50. 50 – это цифра спасения. Когда Иисус приходит в этот мир, первая его проповедь была о чем? Конечно, о скинии, да? Что говорит Иисус? Я пришел вам… Исицаи читает, помните? Там читает, что пришел вам проповедовать, что? Лето Господне благоприятное. О чем что-то за лето? Да, проблема в русском языке, что вы думаете, что лето – это сезон года. А у нас в русском языке это лето, это год. Сколько тебе лет, мы спрашиваем, да? Да? Мы говорим новолетие. Буквально две недели назад у нас был Новый год русский. Новолетие по церковному календарю. Хорошо? Потому что мы считаем летами. Сколько лет? Пролетели лета, да? Ну, говорим, годы. Год – это уже более современное слово. Поэтому, когда переводили Библию, то перевели «лето Господне благоприятно». На самом деле, год Господень какой? Который освобождает. Это юбилейный год. Что происходит в юбилейный год? Рабов каждый седьмой год. Да, каждый седьмой год. И если он не услышал, хочет быть рабом, то ему прокалывали ухо. Помните, да? Землю возвращали. А земля – это что? Это вообще ради чего, собственно, и был исход? Да, чтобы вы имели что? Землю. Да? Помните, Бог Аврааму говорит. Я вывел тебя из земли египетской, чтобы дать тебе что? Эту землю во владение. Конкретно эту землю дать во владение. То есть идея исхода – получить землю во владение. Пока это понятно? Проверочный вопрос. Зачем Бог вывел народ израильский из Египта? Хорошо. Где вы это читаете? Откуда мы это учим? Да, в исходе. Где мы учим-то это? Так, тишина 2 секунды, значит, я отвечаю. Давайте так договоримся. Если сразу нет ответа, тогда я отвечаю. Значит, это написано в Пятой заповеди. Кто знает Пятую заповедь на память, поднимите руки. Всех самоуверенных, прошу поднять руки. Все, руки исчезли. Ну, кто знает Пятую заповедь на память? Не-не, не подсматривайте, пожалуйста, я вас прошу. В Библии уже можно как бы… А? Пожалуйста, сетычка, встаньте, прочитайте нам Пятую заповедь на память. Почитай отца и мать твою, продлить дни в твоих на земле, которые Господь Бог в Боге дает тебе. Вы уникальный человек. Ну, что вы знаете, эту заповедь на память. Итак, что в этой заповеди сказано? Вот, ну вот мы и подошли к главной мысли. Значит, главная мысль этой заповеди не в первых словах, а в каких? В последних. Почему? Потому что там Бог тебе что-то дает. Это вообще редкий случай. Когда в Библии написано, что тебе Бог что-то дает. Где вы еще прочитаете, что Бог тебе что-то дает? Только потом в псалмах. И насыщает, и днями, и так далее. А вот здесь прям конкретно написано. Бог тебе дает что? Землю. Не жизнь, нет. Бог дает что? Землю. Что Бог дает в пятой заповеди? Землю. Какую землю? На которой похоронят, да? Ну, позитивно. Хорошо. И давайте так скажем, из которой ты воскреснешь, да? Лучше так скажем. На позитиве будем сегодня. Хорошо. Итак, Бог нам дает землю в пятой заповеди. А в первой заповеди что Бог делает? Отнимает землю, да? Из земли египетской. Извлекает из земли египетской, чтобы дать тебе землю. Понятно, откуда мы учим, что Бог вывел народ израильский, чтобы они пришли куда? В землю обетованную. Хорошо. 50 локтей. 50 локтей. 50 лет. Это юбилейный год. Это когда тебе возвращают землю. Итак, давайте посмотрим на структуру скинии. Вот здесь был центр, ноль, исход. И мы идем, движемся сюда. 25 локтей дошли, и мы вышли вот к этому рубежу. Что это за рубеж? Это рубеж, на котором находятся 5 колонн. Вот так. Одна колонна, вторая. Да, и там за ними будет завеса. Это очень важно сегодня, чтобы мы понимали вот этот путь. Путь юбилея. Итак, у нас есть 5 колонн. Так видно? Хорошо. Вот вы пришли сюда, к жертвеннику, в скинии. И начинаем двигаться, совершать исход. Что такое совершать исход? Это двигаться в правильном направлении, да? Почему 40 лет бродили по пустыне? Не туда пошли, да? Они не поняли направление. Еще раз. Почему они 40 лет в пустыне жили? Правильно, правильно. Про компас, да. Не туда сориентировались. А почему 40? 40 дней ходили, куда нужно ходить. И что сделали? Испугались они. Вот что они сделали. Сколько испугалось из 12? 10. Что такое 10 мужчин? Вчера мы учили. 10 локтей. А 10 локтей это что? Это основание, это западная стена скинии. То есть то, на что держится, на что держится общество. Общество всегда держится на 10 мужчинах. У вас в совете сколько мужчин? Маловато, да, будет? 4. Ну, добавьте до 10, будет вообще счастье вам. Значит, смотрите, они что сделали? Они решили, что они идут не туда. И решение 10 мужчин изменило судьбу целого народа на 40 лет. Понимаете, да, мужчины, вашу ответственность? То есть они изменили, 10 мужчин изменили судьбу целого народа на 40 лет по количеству дней, которым они ходили. Да, то есть Бог раз и на десяточку умножил их неверие. Итак, исход это что? Когда идти нужно в правильном направлении. Доходим до вот этой вот колонн. Это 5 колонн. И дальше начинается совсем другая жизнь. И эта жизнь идет уже в скинии. Да, но я как бы не знаю, как вы сможете помочь. Вот это скиния. И я одну стену положил чуть-чуть, чтобы вы видели, да? Пока видно? И вы заходите сюда. И здесь можете пройти потом еще 50 локтей. Ой, 25 локтей, чтобы прийти в это место. Вот оно, это место. Это ковчег, жертвенник. Спасенный человек проходит все 50 шагов. Начиная с жертвенника, доходя сюда, до крышки ковчега. Откуда мы это учим? Из послания к ладейке. Что там написано? Все стою у двери и стучу. У какой двери? Да, это баптистский вариант. Спасибо большое. Адвентистский вариант теперь давайте. Баптистский вариант. Вы просто не услышали, что уже этот ответ был. И он оказался не совсем правильным. Еще раз. Бог стоит и стучит куда? В двери. Зачем стучит в двери? Чтобы открыли. И что сделали потом? Покушали. Да? Повечерили с кем? С хозяином. Чтобы он повечерил с хозяином того места, кто его угощает. А зачем он вечерит? Чтобы повечерить потом с этим хозяином еще в каком-то другом месте. Правильно? Давайте вспомним текст. Можете поднять. Все стою у двери и стучу. Чтобы кто услышит зол мой? Что сделал? Отворил. И я буду вечерить с ними. Он со мной. Сколько вечерей будет? Да, спасибо. Да. Только оно может съехать. Давайте сделаем вот так. Вот так поставим. Вот этот. Мне, кстати, бесплатно. Да? Хорошо. Итак, мы видим, что тут возможно такое чтение, что как он может вечерить с ними, тот со мною. Что это значит? Что как у Льва Толстого, и Бог нас будет ложечкой кормить, а мы Бога, да? Что значит он со мной вечеряет, а мы с ним? Зачем эта лишняя фраза? Ведь проще сказать, отвори дверь мне, я с ним поужинаю. Хватит. Зачем написано еще и он со мною? Да потому что Христос придет во второй раз, помните, это послание к ладяки, да? Совсем не для того, чтобы с нами ужинать. А для чего? Чтобы взять с нами, когда мы ужинаем. И что сделать? И привести нас к себе на ужин. Что там будет за ужин на небе? Брачный ужин. Совершенно верно. Спасибо огромное. У нас и кафедра нам пригодилась. Да, вот так. На сцену поднять? Ну, оно все рассыпется. На самом деле, давайте это, потом придете и посмотрите, у нас будет перерыв, я уже скоро заканчиваю. Итак, сегодня, да, давайте не будем отвлекаться на этот макетик. Но я вам хочу показать одну вещь. Долго рассказываю, конечно. Где находится Бог в Скинии? В центре вот этого пространства, вот этого квадрата, да? Не вот этого. Тут находится человек. В центре вот этого пространства, вот так, находится человек. А здесь находится в центре Бог. Есть ли общение Бога с человеком? Конечно, нет. И быть не может, потому что человек – это грешник, а Бог – это святость. Чтобы этот соединить человека и Бога, ему нужен, Богу нужен вот это Скиния, коридор такой, золотой коридор. Скиния – это коридор. Вот эта завеса здесь, она потом будет поставлена. Это путь Бога к человеку. Бог идет к человеку, чтобы человек пришел к Богу. Откуда мы это учим? Из послания к ладейки. Написано, «Се стою в дверь и стучу, чтобы прийти к тебе, и ты ужинал где? Со мною». Дальше что написано? Следующий текст, пожалуйста. Кто-то знает, нет? Совершенно верно. «Побеждающему дам, что? Сесть». Где? «На престоле Отца, как и я, сел». Итак, Бог говорит. Давайте текст прочитаем, чтобы мы все четко и громко, пожалуйста. «Побеждающему дам, сесть ко мною на престоле моем, как и я победил, и сел на престол моем на престоле его». Итак, «Как я победил и сел на престоле его». То есть, Бог выполнил то, зачем он вообще Иисус, зачем приходил на землю. Он победил, и что сделал? И сел на престоле его. И следующее видение, вы помните книгу Апокалипсис, пятую главу, четвертую главу, там как раз будет, как Христос сел на престоле его. Помните? Там был ягненок, и все плакали, потому что книга закрыта, никто не может открыть. И тогда приходит ангел к Иоанну и говорит, «Не плачь». Почему? Потому что вот лев Иудин, это ягненок, лев Иудин, такой оборот получается, что вместо ягненка лев получается. И что? Он сел на что? На престоле. И он достоин и чести, и славы принять книгу. Помните об этом? Давайте сделайте вид, что помните. Хорошо. Значит, Бог Иисус садится на престоле, где Отец. И что говорит? И вы тоже что сделаете? Сядете на престоле, где Отец? Если вы посмотрите всех, кто побеждающий в этих семи посланиях, то там побеждающему дам что? Венец, например. Сегодня мы увидим этот венец во второй части. Побеждающему дам белые одежды. Мы увидим сегодня белые одежды во второй части. Побеждающему дам новое имя. Помните? Напишу где? Не, не на скрижалях. Белое имя, камень дам, имя новое написано, Иерусалима и так далее. И написано, и каждого побеждающего сделаю кем? Столбом. Вот он этот столб, вот он этот столб, вот он. Их тут 48 столбов. Хорошо? Столбом сделаю. Где? В храме его. Почему столбом? Потому что из столбов состоит весь храм. то есть все послания, все побеждающие станут кем? В скинии станут. Но в конечном итоге не просто стенами, не просто теми, кто ходит в этом скинии, но кто? Тот, кто сядет на престоле. Престол – это какой шаг, какой локоть? Это центр, это 50-й локоть спасения. Проблема всех нас, и моя тоже, что мы не можем сделать этот плюс один. Мы ходим в циклах, входим, входим, не можем выйти за цикл, за плюс один, в спасение. Спасение – это выход из цикла. Так вот, все служение древней скинии было неполноценным. Об этом пишет апостол в послании к евреям, да? Почему? Потому что первосвященник никогда не мог сделать этот 50-й шаг. Понимаете? Почему? Почему он не мог это сделать? Потому что умер бы, дорогие. Потому что 50-й шаг – это что? Да вы не волнуйтесь, мы это уже сейчас уберем. Потому что 50-й шаг находится где? Вот здесь, на престоле. А если бы а сам этот престол, он уже 2,5 локтя, да? То есть локоть с четвертью он все равно не мог дойти. Но он и к нему не мог приблизиться, потому что, помните историю, один дотронулся? Оза и умер. Поэтому первосвященник не хотел умирать, и поэтому он подходил на два шага, на два локтя к жертвеннику, потому что ему нужно было еще к одилам махнуть, там махать нужно было. А там расстояния не очень большие. Это всего лишь 5 локтей. Вот мои 4 локтя, и вот уже 5 локтей. То есть он просто вот так через завесу зашел вот, махнул, брызнул. Это тут недалеко, вот ковчег стоит. И ушел. То есть он никогда не делал 50-го шага. Он даже 48-го никогда не делал. И поэтому сам первосвященник не мог осознать, что такое 50-й шаг. И только Иисус пришел вот сюда, вот сюда, зашел на Голгофу, прошел 50 шагов и сел на престоле. И поэтому говорит седьмое нам, ладикийцам, что я как сел на престоле, так и вы сядете на престоле. С этим понятно? Закончим эту тему. И теперь давайте посмотрим 7 предметов. У скинии есть 7 предметов. Давайте начнем с них. Первый предмет я вчера уже где-то потерял. Это вот этот жертвенник, медный, квадратный, с четырьмя рогами. В чем его особенность? Я просто быстро говорю. Сейчас. Его особенность в том, что он очень горячий. На нем готовили пищу. Это такая печка или такой мангал, на котором готовили шашлыки. Готовили шашлыки когда-нибудь? Теперь, когда будете готовить шашлыки, вспоминайте, что у скинии было все точно так же. Там готовили шашлыки. Это была жертва. Мясо – это чья-то жизнь. Помните об этом? Поэтому никогда это мясо не убивалось у себя во дворе. Его нужно было отнять в жизнь. Это была целая процедура. Никаких супермаркетов не было. Поэтому, чтобы покушать мясо, это нужно был нормальный повод к этому. И поводов существует четыре плюс пять. Пять без мяса. Пять жертв. Помните эти пять жертв? Давайте мы их повторим. Итак, первая жертва. Всесожжение. Олла. Вторая жертва. За грех. Хатат. Третья жертва. Повинности, да. Но не третья. Третья. Мирная жертва. Это что? Это когда мясо, но нет проблемы. Это есть праздник. Мирная жертва. А есть еще бескровная жертва. Это что? Это хлеб, виноград. Там разные продукты. Это то, что Каин принес. Помните? Он принес вот эту бескромную жертву. И третья вот как раз повинность. Это что такое? Это 20%. Да? Налог 20%. Одна пятая. Помните там? Ну, это с налогами связано и с повинностью. Повинность, это значит, ты виноват и хочешь делать чуть больше, чем нужно. Насколько больше. Помните, один говорил четыре раза. Бог говорит одну пятую. То есть, есть всего пять видов жертв. Есть еще шестая жертва, пасхальная. Раз в году делается. И еще седьмая, самая важная жертва, какая? Которая за скинией вообще делается там. Совершенно верно. Рыжая корова, красная телица. Да? Без нее вообще не существует всего спасения. Вообще не существует. Почему? Потому что пепел этой рыжей телицы очищает от нечистот. А сама скиния зачем нужна? Чтобы очистить от нечистот. Где это написано? В Левитом 16 главе, да? На емке Пурим. На емке Пурим, то есть на день жребия, сюда заходил первосвященник и что делал? Очищал народ от грехов их. То есть зачем нужна была вся скиния, вся вот эта процедура? Чтобы очистить нас от грехов наших. Я чуть-чуть больше это буду говорить во второй части. Итак, жертвенник. Второй предмет это круглый предмет был. Круглый. И в нем находилась вода. Он был самым холодным предметом. И в нем омывали руки, ноги. Там ходили все босиком. И лицо. Брали оттуда, черпали, конечно. Вот черпаками. И там не купались. Это был отчан с водой, в котором брали воду оттуда. И еще омывали жертвы. Жертвы омывали в двух способах. Им омывали кишки и копыта. Все это сделали здесь. Причем мылись. Вы, если видите, он находится между, вот тут между жертвенником и входом в освятилище. То есть мылись так. Ходили, когда в освятилище омывали. И когда выходили из святилища и шли к жертвеннику, тоже омывали. То есть нельзя было пройти это место не помывшись. То есть нужно было ходить туда-сюда, постоянно омывались. То есть этот предмет номер два. Он холодный, мокрый и создает чистоту. Хорошо? Третий предмет у нас будет минора. Так видно, да? Это дерево породы оливка. Это оливковое дерево. У него есть ствол и шесть ветвей. На все эти стволы и ветви, на ствол и ветви ставятся семь светильников. На каждой веточке будет три плода. Три цветочка и три завязи. То есть говорится о том, что это круглогодичное дерево. Оно постоянно приносит плод. То есть вечное дерево. Итак, три на шесть сколько? 18. И здесь на стволе было четыре плода завязи. Итого четыре плюс 18 сколько? 22. В эту цифру уже встречали, правда? Да, это полнота молитв за неделю. Итак, как считается минора? У вас нет минора в церкви? Никакой, ни маленькой, ни большой? Хорошо, будем эту считать. Как нам посчитать? Их в семь. Давайте научимся их считать. Мы можем считать отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Правильно? Да, неправильно. Мы можем считать наоборот, по-еврейски. А так, отсюда. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Правильно? Нет, неправильно. Надо читать так. Один, два, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Получается, с этой стороны четное, с этой нечетное, и потом семь. Хорошо? Да, это очень сложно. Это очень сложно, потому что это нас учит немножко по-другому считать. Откуда мы учим вообще это все? Давайте откроем Исаию, по-моему, сороковая глава, сорок первая. Вот Дух Господень на мне. Прочитайте это тексты, и пойдем дальше. Сороковая, по-моему, глава. Мне будет проще Самоу найти, наверное, да? Да, да, Дух Господень на мне. Не, вот произойдет корень из Исеева, да, вот этот текст. И почерет на нем Дух Господень, да? Давайте посмотрим. Нашли? Исаия, сорок первая или сороковая глава? Нашли? Одиннадцатая, простите, да. Давайте одиннадцатую. Откроем. Корень Исеева, да? Произойдет отрасль из корня Исеева. Отрасль, это вот оно, это дерево, из корня Исеева произойдет дерево. Описано дерево. И на этом дереве почерет Дух Господень, да? Прочитайте. Пожалуйста. Можете лицом встать к залу, потому что я хотел бы этого, чтобы все услышали. И произойдет отрасль от корня Исеева. И век произрастет от корня Исеева. Видите, тут про ветры рассказано, про дерево, да? Про вот это дерево. И почерет на нем Дух Господень, Дух Премудрости и Разума. Стоп, стоп. А теперь считаем, хорошо? Дух Премудрости и Разума. Синоним ему, да? С этой стороны. На одной веточке, видите? Тут Премудрости, тут Разума. Дальше. Дух Совета и Гребности и Гребности, Дух Ведения и Благочестия. И как это все называется? Дух Господень. В самом начале было сказано, да? И почерет. Дух Господень и почерет. Давайте еще раз прочитаем этот текст. Раз. Дальше. Дух Премудрости и Разума. Дух Премудрости и Разума. Дух Премудрости и Разума. И всего сколько духов? Семь. Хорошо? Это мы вчера говорили про любовь. Помните, вы говорили 9? Нет, 8. А это тут 7, Дух Господен. И расшифровывается. Дух этот, 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 этот. Дух Господен – это ствол. А премудрость, разум, крепость, совет – это все. Это вот эти веточки, на которых Дух содержится. Итак, 7 духов, да? Потом вы это потом еще встретите в апокалипсисе. Хорошо, этот предмет чуть-чуть разобрали? Да, идем дальше. Следующий предмет у нас будет столб для хлебов. Столб для хлебов получается тоже методом умножения на 10 или деления на 10. Он два локтя на локоть. Если мы этот размер умножим на 10, получим какой размер? 20 на 10. 20 на 10 – это то место, в котором находится. Вот это святое отделение 20 на 10. Если мы возьмем десятину от 20 на 10, то получим столб предложения. Тот предмет, который является главным в этом помещении. Запомните, в Скинии всегда так. Есть помещение какое-то пространство. Если мы берем десятину по периметру, то получаем предмет главный, который в этом находится. Хорошо? Помните, мы говорили вчера уже об этом. Если тут 50 локтей, делим на 10, получаем вот этот размер. То есть это десятина от двора. Помните это? Теперь берем следующий. Вот 20 на 10. Делим на 10. Получаем главный предмет в этом пространстве. Какой это предмет? Это стол хлебов. Вот он. Такой. Вот он. То есть это десятина от святого. Следующий предмет у нас 10 локоть на локоть. Если мы умножим на 10, то получим какой размер? 10 на 10. Где этот предмет в Скинии? Это святое святых. Это значит главный предмет чего? Святого святых. Откуда мы это учим? Вы хотите сказать, что это ковчег. Я тоже хочу так сказать. Но получается по геометрии вот главный предмет. Странно, правда? А находится-то он тут. А если вы посмотрите книгу к евреям послания, то там Павел говорит. И желатой жертвенник, который за завесой. Читали такое? За завесой это здесь. За завесой. Или за этой завесой. Нет, не за этой завесой. Он за этой завесой говорит. Он за этой завесой. Почему? Потому что то, что происходит на этом жертвеннике, не относится ко святому. А относится к святому святых. Этот жертвенник, это то, что перенесено отсюда, сюда, филиал, так сказать, центр, перенесен сюда. И раз центр стал теперь в Скинии здесь, то строится вся Скиния как единое пространство. Вы знаете, что есть Скинии две? Немножко забегаю вперед, но расскажу так. Есть две Скинии. Что такое Скиния? Это палатка. Вот одна палатка есть. И есть вторая палатка. Всего палаток две. Павел об этом хорошо знал, потому что сам шил палатки. Итак, у нас Скиния состоит из двух палаток, из двух Скиний. Эти две палатки соединены с друг другом в одно целое. Мы вчера уже говорили об этом, что слово «эхат» употребляется всего несколько раз в Библии по отношению к первому дню творения, к Богу, к мужчине и к женщине, написанное, станут одной плотью «эхат». И еще есть один момент, где слово «эхат» станут одним целым, встречается. Это вот про эти две Скинии. Они соединяются 50, что такое 50, вы уже более-менее понимаете, 50 крючками, и становится написано, и будут «эхат». Вот эта линия разрыва проходит ровно вот здесь. Вот, смотрите, я положил, видите, да? Это одна Скиния. Видно, да? Святое отделение – это одна Скиния. И вот здесь на месте вот этих колонн 50 крючочков. И вторая Скиния. Смотрите, что я с ней делаю. Я вот так сворачиваю ее, вот так. Вот она. И получаю квадратик, кубик. И накрываю вторую Скинию. Вторая Скиния у нас вот эта. Получаем две Скинии, которые стали одной. Вы видите, что эти две Скинии – это два разных пространства, да? Что такое святое? Святое по-русски – это отделенное. Вот я нашел жертвенник. Вот он. Поставим его сюда. Что такое святость? Святость – это отделенность. Например, у вас дверь в спальне. Если постучать, то можно зайти. Правильно? Ну, если вы услышите зов, там постучали, зов, тут вы заходите в спальню через завесу. Значит, спальня у вас какая? Святая. Для кого она святая? Да, для мужа и жены. Может туда кто-то еще зайти? Нет. Кто? Если постучал, то зашел. То есть мы учим так, ребенка. Если ты постучал, и тебе сказали да, то ты заходишь. Если нет, то нет. Почему? Потому что в этой спальне есть еще вторая завеса, которая называется уже не дверью, а одеялом. Правильно? И уже в одеяло постучать нельзя. Да? Ну что, молчите? Или можно? Постучать в одеяло можно к вам? Что, нет или можно? Нет, нельзя. Поэтому это что? Святое святых. Два одеяла. То есть не просто дверь, а дверь и одеяло, это уже что? Святое святых. Уже туда нельзя постучать. Понятно, да? Так же и в скине. Есть святое. Куда можно зайти? А есть святое святых два раза. Видите, две завесы. Две завесы. И тут уже ангелы стоят, охраняют. Две завесы. Если две завесы, это святое, а это святое святых. Вторая завеса. Понятно вам эту речь? Что такое святое святых? Это дважды отделенное пространство. Куда зайти вообще нельзя. Только если пригласят. Хорошо. И это две скинии. Вы помните, да, об этом? Хорошо. Теперь вот про ковчег. И закончим. На этом будет перерыв. Ковчег очень необычная вещь. Потому что у нее размеры полтора локтя на полтора локтя. Вот здесь. Вот этот размер, это размер основания столба. То есть ковчег полностью прячется за столбом скиния. Его можно поставить вот так. На столб скиния. То есть это размеры одинаковые. То есть вот этот вот размер задает стандарт вот этому размеру. Но этот размер непонятный. Потому что полтора на полтора на два с половиной. Это очень необычный размер. Потому что мы вчера говорили. Можно у вас тебя? Можно сюда на сцену? Давай. Поднимайся. На минутку давай. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Ну по лестнице давай. Нет, это нереально. Да, подняться никак. Давай, иди сюда. У нас есть локоть. Давай покажи мне локоть. Давайте посмотрим. Вот локоть. Пальчики расставь вот так. Вот локоть. Это ширина человека. Локоть. Видите? Теперь сам ковчег больше. Он полтора локтя. Что такое полтора локтя? Как вы полтора локтя возьмете? Вот тут разрезать или тут разрезать? По центру. Как мы центр найдем? Свернем ручку. Как нам пол локтя найти? У нас не веревочка, у нас локоть. Где у вас есть пол локтя? Где какой это размер? Вот отсюда сюда. Пол локтя. То есть мы берем вот так, меряем. Давай пальчиком вот так расставим. Пол локтя, пол локтя. И вот сюда добавим. Вот так и вот так растопырь. Вот. Это размер полтора локтя. Странный размер, правда? Но если вы возьмете и сместите вот так чуть-чуть, то получится, что это размер, когда вы можете махать руками. Потому что если вы вот так сделаете, то вы можете только лежать. Шевелить руками не получится. Вот в этом месте. А если добавляете еще вот так чуть-чуть, то у вас можете махать ручками и уже можете работать, никому не мешая. Спасибо. Что такое полтора локтя? Это я говорю вам о размерах этого ковчега. Это размеры свободы. А внутри что лежит там? Закон. Закон какой? Свободы. А сверху лежит что? Крышка. Что делает эта крышка? Благодать. И с чем она нужна? Дать свободу тебе. Лето Господне. Пятьдесятый шаг. Для чего? Освободить измученных на свободу. О чем этот размер? Вообще о чем этот предмет? Он о спасении, о свободе, об очищении. Это все синонимы. А где вы этот размер умножите на десять? Что вы получите? Пока ничего. Все эти размеры кратны локтю. И только спрятанные размеры, вот эти колонны, которых двадцать умножить на полтора, будет тридцать локтей, они вот тут спрятаны. Вот это и есть свобода. И вам будет казаться, что если вы вот так их соедините, вот этих свободных людей, вместе, очень крепко, вам будет казаться, что они в тюрьме, правда? Они же зажаты, вот в одну стену. Но на самом деле это люди свободные. То есть скиния, она сама говорит о чем? О том, что ты, если внутри скинии, то ты свободен. Основания вот эти, сто оснований таких серебряных, каждый равен таланту. Вот колонны, они были на двух таких основаниях. Они сделаны из половины шекеля. Помните эту историю? Я затянул уже. Вы делали когда-то в церкви проекты, чтобы каждый дал по полшекеля? Нет еще? Смотрите, скиния нас учит одной важной вещи. В практике идем. Вы церковь. Вы сидите очень тесно. Но проблема наша, то, что каждому иногда бывает некомфортно в церкви. Почему? Потому что церковь иногда строится не по структуре скинии. Она не видит своего цели. У нее нет 50-го шага. Если я вас спрошу, что вы будете делать через 50 лет, кто из вас знает? Никто. Вы никто не был за 50 лет вперед. Почему вы там не были? Потому что вы туда никогда не ходили верой. Вы даже не ходили верой через год. У вас есть бюджет в общине? Вы знаете его цифру все? Все, просыпаясь в субботу утром, помните, какой бюджет годовой общины? Нет. Значит, у вас нет видения на год даже. Я в своей общине, мы знали, свой бюджет от зубов отскакивал. Почему? Потому что бюджет – это то, что мы планируем потратить. Это то, как мы хотим жить. Понятно, да? Если вы не знаете, как вы хотите жить, тогда вы не видите своего 50-го шага. Вы будете вечно кратиться в вот этих циклах. Вам вечно будет чего-то не хватать. Вечно вам будет чего-то. Но вы, я думаю, в вашей общине все хорошо, потому что у вас прекрасный момент. Но вы себе заведите одну практику. У меня была такая практика. Мы решали общим голосованием, сколько весит 6 грамм серебра. То есть сколько стоит 6 грамм серебра. Это половина шекеля. Сколько это стоит? 6 грамм серебра. 100 рублей примерно? Да, это очень немного. И мы сказали так. Теперь мы повторим скинию в своей церкви. Мы возьмем каждый по пол шекеля по 100 рублей. Это много? У вас есть 100 рублей сейчас? У кого есть 100 рублей сейчас? Доставайте 100 рублей сейчас. Прямо все. Не надо. Доставайте, доставайте все. 100 рублей. Все. А у кого есть дети, и на ребенка доставайте. А если кто-то из вас себя олигархом чувствует, и у него есть 200 рублей, так одолжите тому, у кого нету. Только подарите. А не одолжите, а просто подарите, чтобы было. Но сами больше 100 рублей не доставайте. Есть у вас 100 рублей? Одолжите у кого-нибудь. У нас в Москве это было 400 рублей, так что вы еще нормально сказали цену. Хорошо. Все по 100 рублей собрали? Все, покажите каждый 100 рублей. Ой, сфотографируйте это. Фотографируйте. Не, у вас две бумажки. Не надо две бумажки. Так вы отдайте кому-то, раз хотели. Можно я передам? Можно. Вы доверяете мне? Конечно. Хорошо. Хорошо, пожалуйста. Итак. Все подняли? У кого нету? У вас, сестричка, нету? Подари сестричке, у кого есть 100 рублей. Давайте пастора разорим. Давайте. 100 рублей. Держите, да. Ребенок есть? А у вас нету, да? Нехорошо. Давайте еще 100 рублей. Давайте, давайте, разоряйтесь. Одолжите друг другу деньги. Небольшие деньги, 100 рублей. Да, давайте. Это 50 рублей. Не получается. Нет, так нельзя. Нужно, чтобы было 100 рублей. Да, но это нехорошо. Надо, чтобы было 100 рублей. 100 рублей. На, держи. Мы сегодня учим. Вы сидите, скучаете? Проблемы, да? Нет, не скучаете. Хорошо. Итак, покажите все 100 рублей. Вот смотрите. Сейчас вы создаете основу скинии. Вся скиния держится на 6 шекелях. Вот это все держится на 6 шекелях. Вот тут серебряные основания такие. У каждого по 2. Почему именно нужно одинаковую сумму? Почему в Библии сказано, и мал дал, и мал 100 рублей, и большой 100 рублей? И чтобы не было никакой разницы между вами. Почему? Потому что основа общества, основа свободы, основа субботы, основа спасения, когда мы не понимаем разницы друг между другом. Сейчас вы это увидите. Каждый запомните свою купюру. Запомнили? Хорошо. Попрошу всех сдать ее так слева направо. Ну так вот просто друг другу. Передайте все деньги сюда. Давайте. Сюда, а потом ко мне. Сюда. Сдавайте быстренько. Да, только чтобы я это, я сейчас пойду и все, чтобы уже собрать, чтобы мы не передавали. Вы пропустили. Давайте сюда. Сдавайте все сюда, друг другу передайте и потом мне. Так, давайте сюда. Смотрите, что мы делаем сегодня. Мы строим фундамент какого-то нового проекта. Хорошо? Да. Чтобы вы не думали, что про скиню это просто разговоры. Молодец. Так, вот видите, как быстро собираются деньги. Хорошо. Все, все, а вы? Галерка, как всегда, отдыхает, да? Нет, все хорошо. Так, смотрите. Все? Никто не остался пропущен? Пошлите дякона сюда, апостола. Пусть принесет. Хорошо. Вы, я думаю, никогда еще с такими довольными лицами не отдавали деньги. А с какими получать? А вы не получите все. Правда интересно? Смотрите. Смотрите. Теперь давайте сделаем так. Вы найдете свою купюру. По цифрам. Я сказал, запомните свою купюру. Не? Не получится? Запомните. Получится, да? Кто-то запомнил свою купюру. Молодец. Смотрите, в чем суть вот этого проекта. Что когда вы отдаете свое, немного, пол шеки, да, вы собираете огромный вес, один талант. И каждое основание было одному таланту ровно, 30 килограммов серебра. Это очень много денег. Но каждый из вас знает, что его купюра здесь есть. Правда? Твоя есть купюра здесь? Есть. Какая она из них? Любая. В чем суть скини? Что равенство ваше, когда есть ваше участие. Вот вы участвуете в проекте, и вы там. А равенство означает, что вы не больше друг друга. Вы теперь все одинаковые. Если вы скажете, я участвовал в проекте скини, то что все знают, 200 – это лишнее. Неправильная, некошерная купюра. Хорошо? Вот этот есть основание проекта. Я не знаю, сколько здесь, здесь много, правда? Пару тысяч точно есть. Понимаете? Казначей я это положу сюда, отдельно в конверт. Да, вот так сверху. В чем суть скини? Скини должна быть проектом для чего-то. Когда вы знаете для чего-то, вы всегда подложите туда фундамент. Когда вы собирали этот молитвенный дом, я думаю, вы хотели, чтобы сюда собраться, и вы собрались здесь. Вот так пусть у вас будут какие-то проекты в году, когда вы собираетесь четко по 6 граммов. Причем каждый. То есть вам нужно сделать лагерное, вы говорите, давайте мы назначим 6 граммов 200 рублей. И каждый упростом взял и прошелся. Без всяких там у меня нет. Почему? Потому что когда вы это сделаете, вы увидите, как быстро вы станете свободными. Спасибо. 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 Спасибо.